С начала этого года в нашем городе уже зарегистрировано 170 случаев заболевания пневмонии. По словам специалистов Центра гигиены и эпидемиологии, чаще всего показатели заболеваемости регистрируются среди детей от 0 до 2 лет и в возрастной группе 50 лет и старше. В этом году впервые наш город попал в пилотный проект по вакцинации от пневмококковой инфекции. 12 тысяч доз были доставлены в наш город еще в середине апреля. Бесплатно выделена бельгийская вакцина Синфлорикс для вакцинации детей. Детям до 2 летнего возраста ставится 3 прививки, детям старше 2 лет, с 2 до 5 лет ставится 2 прививки. Вакцина ставится 6 недель от рождения, то есть 6 недельному ребенку уже можно ставить эту вакцинацию. Поэтому родители, которые имеют детей до 2 летнего возраста и дети эти не организованы, не ходят в детский сад, они имеют возможность поставить бесплатно эту вакцину в детской поликлинике. То есть необходимо прийти на прием к участковому педиатру, после осмотра и разрешения при здоровье ребенка пройти в прививочный кабинет и поставить вакцинацию. Еженедельно от пневмококковой инфекции прививают порядка 400 детей, однако этот показатель слишком мал. Да к тому же до окончания срока вакцинации осталось 3 месяца. И это при том, что при двукратной вакцинации интервал между прививками составляет 1 месяц, а вот при трехкратной уже 2. Сегодня о необходимости прививать детское население от пневмококковой инфекции говорят на всех уровнях. Мы хотим и очень хотим, чтобы жители города Полевского не болели пневмококковой инфекцией, чтобы у них было меньше таких заболеваний, как менингиты, такие заболевания, как пневмонии и этиты. И на сегодняшний день нет такой возможности, чтобы привить всю Свердловскую область. А есть возможность только провести вакцинацию в отдельных городах. И вот такими городами выбрано 4 территории, на которых хватило, скажем, вакцины. Администрации этих территорий проявили активность. Они заручились, вернее мы заручились их поддержкой, что в этом году мы сделаем за счет вот этой вот вакцины спонсорской, а в следующие годы они на одну возрастную группу возьмут вакцину за свои собственные средства. Причем благодаря пилотному проекту привить от пневмококковой инфекции одновременно можно всех детей в возрасте от 6 недель до 5 лет, 11 месяцев и 29 дней. В рамках же национального календаря прививок на это потребуется 5 лет. К сожалению, на сегодняшний день большинство родителей пишут письменный отказ от вакцинации. Медики объясняют это просто. Чаще всего родители отказываются в связи с тем, что у нас в городе, в интернете, выложена информация о том, что прививка новая, неисследованная, и якобы проводится какой-то эксперимент на наших детях. На самом деле прививка на рынке давно, с 2009 года. Нашему городу очень повезло, что мы попали в этот пилотный проект, и вакцину нам дали на категории детей бесплатно. Кстати, если говорить о пользе вакцинации, то здесь цифры говорят сами за себя. К примеру, в последние годы, согласно статистике, из нашей обыденной жизни совсем ушли такие заболевания, как краснуха и паратит. А в Качканаре последние три года совсем не регистрируются случаи заболевания ветряной оспой. Татьяна Лусынина, Сергей Чижов, Александр Полищук. Новости нашего города.